Девчонки, здравствуйте! Я сейчас вам такую вещь расскажу, от которой я вчера просто вот так вот прыгала на месте. Раньше я мыла посуду, вот этими губками, меня все устраивало, вообще все устраивало. И мама мне подарила губочку вот такую вот. Я так на нее посмотрела, думаю, ну что, обычной тряпкой поставила ее, так поставила, и она у меня стоит. Два месяца она стояла. Ну, к подаркам вот так, наверное, люди относятся, ну, тряпка и тряпка. Примычнее мыть своими губками. Пока я не купила новую тряпочку, вот она, еще одна тряпочка, точно такая же, только желтого цвета, я поняла, какая это вещь. Без напряга, просто, вот знаете, такое чувство внутри было, как будто вот, знаешь, скрипит аж чистота, аж внутри что-то поменялось. Я просто в таком восторге, я хочу вам это передать. Одна тряпка и вода. Ну вот, ну вот, ну вот, ну вот, как мне с вами не поделиться этим? Ну, это просто волшебство какое-то! Я купила сыну набор для машины, вот такой вот набор для машины. Не знаю, оценит, не оценит, или так же, когда что-то подаришь, так же относится. Ну, тряпочки! В общем, это надо только пробовать. Поэтому, если вы попробуете, вы меня поймете. Сейчас я вам покажу, как я вчера все мыла. Прям коротенькие такие видюшечки. Девочки, получила тряпочки, смотрите, как она стала. Был же это желток, я отмываю все, вообще всю свою кухню помыла тряпочкой. Вот, то есть, просто вот трюшки, оно просто, без силы вода, точно. Вода и тряпка, я просто в каком-то, в каком-то таком восторге. Сейчас буду думать, как тряпку теперь отстирать. Тряпочка, маленькая тряпочка, была желтка, встала, вот такая вот, вязная. Первый рабочий день салфетки, сейчас еще подсорву сода и раковину. Не отмылась совсем, отмылась, но тряпочка пожелтела. Сейчас я вот сюда насыпала соду, будем ленировать тряпку, посмотрим, чем это закончится. Берем чайник, горяченькая водичка. Сейчас я растворю, соду растворю. Вот туда тряпочку опускаю, не знаю, сколько там она будет лежать, сколько вообще чего, поможет, я тоже не знаю. Посмотрим, мы, в общем, сказали, что нужен специальный порошок Мистик, он тоже продается в Гренвее. Смотрите, желтеет, в принципе, желтеет. Сейчас мы ее вот так, по-по-по-по. Горячая водичка, слушайте, можно просто горячей водичкой, даже без соды. А нам, что, давай, пузон, а там стоит в корону. В общем, потереть еще надо, сейчас попробую, потом покажу вам результат. Почти что, в соде. Ну, желтее стал чем-то. Сода и горячая вода больше ничего. И представляете, это знакомство произошло с одной только тряпочкой. А сколько их еще? Там же целый арсенал этих тряпок. И для грязного, и для супа. Я одной тряпкой для посуды помыла все. И она у меня поэтому так испачкалась. А если бы я специальные тряпки использовала для суперзагрязнения, я бы, наверное, еще меньше времени потратила. Хочется все время что-то тереть. Хотите, что-то вот так протирать и протирать. Вот такой эффект тряпочный. Все, мои хорошие, давайте пока-пока. Я надеюсь, вы меня услышали. В общем, делимся всем, что только возможно, что вас впечатлило, что вам помогает в жизни. Но не надо это в себе держать. Ну, надо делиться. Прямо делиться словами. Не как вот мне тряпку прислали. На. На тебе. Рассказать. А для чего? Почему? Вот я такая. Мне надо рассказать, показать и прям применить. Все, мои хорошие. Пока-пока. Кстати. Кстати, магазин закрытый. Можно только его приобрести через каких-то людей. Поэтому ссылочка внизу. Если вам надо. Никого не заставляю. Это дело сугубо добровольное. Кто хочет жить хорошо, тот живет хорошо. Кто не хочет, идет продолжает, как я, идти дальше. Так вот, пешочком, пешочком. И когда-то созревает человек. Все равно созреет. Пока. Пока. Продолжение следует.